И когда я перестала совершать эти ошибки, моя кожа стала значительно лучше. Вот почему мне раньше об этом не рассказывали? Всем привет! Меня зовут Ксюша. Если мы с вами не знакомы, то рады познакомиться. И сегодня у нас достаточно интересная тема. Это топ-10 ошибок в уходе за кожей лица. Часть из них я совершала. Даже, наверное, все ошибки я совершала. Может быть, это видео будет вам напоминанием. Поэтому, я думаю, будет интересно. Давайте начнем. Итак, первая ошибка, которую, я думаю, совершают абсолютно все. Это трогают лицо руками в течение дня. Это очень вредно сказывается на лице, так как наши руки — это разносчики бактерий. Поэтому, когда мы трогаем лицо, соответственно, все бактерии попадают на лицо. Из-за этого могут возникать прыщики, воспаления. Поэтому перед тем, как трогать лицо, нужно обязательно их помыть с мылом или обезразить антисептиком. И в целом стараться как можно реже трогать лицо руками. Вторая ошибка — это редкость стирать полотенца для лица и наволочки. Наволочки — это вообще отдельная тема. На них скапливается огромное количество бактерий. Так как мы тремся о наволочке волосами, с которыми гуляли по улице, лицом, на которое нанесен крем. И все вот это постепенно скапливается. Плюс пыль, плюс волосы от домашних животных. И получается отличная среда для развития бактерий. Поэтому наволочки нужно стирать как можно чаще. Эксперты советуют стирать их вообще один раз в два дня. Полотенца также стоит менять часто, потому что мы протираем лицо. Полотенце становится влажным. А влажная среда — это просто отличные условия для развития бактерий. Поэтому, чтобы у вас не появлялись прыщи, лучше себя обезопасить лишний раз и постирать лучше чаще, чем реже. Третья ошибка уже связана с уходовыми средствами. Это то, что мы не используем SPF-защиту. Вот это настолько важно, что раньше я, как и многие, не воспринимала это всерьез. Но раньше, возможно, я была какая-то супер молодая, у меня была классная кожа. Но сейчас я понимаю, что если не начать использовать SPF на регулярной основе в солнечные дни, ну или даже когда солнце не такое яркое, но оно все-таки есть. Так вот, если его не использовать, то кожа очень быстро постареет. Она будет выглядеть не упругой, не здоровой. Я думаю, многие видели картинку, которая изображает мужчину-дальнобойщика. Он очень много лет постоянно двигался по одному пути, и на одной стороне у него постоянно светило солнце, а на другой стороне, соответственно, нет. И вот разница между этими двумя половинами настолько очевидна, что это прямое доказательство того, что, девочки, давайте использовать SPF-защиту, и будем молодыми как можно дольше. Следующая ошибка — это пренебрегать утренним очищением лица. Да, вполне логично. Мы просыпаемся, по сути, мы всю ночь спали, никуда не ходили, макияж не наносили. В принципе, ее не нужно очищать. Но не так-то все просто. Ночью наше лицо также загрязняется, на него оседает какая-то пыль, сальные железы в ночное время работают еще сильнее и вырабатывают больше кожного сала. Поэтому для того, чтобы избежать загрязнений кожи, с утра лучше ее также умывать, очищать. Это может быть какое-то мягкое очищение, после которого ваш уход, такие как крема, сыворотки, будет ложиться лучше, проникать глубже и, соответственно, давать больше эффекта. Поэтому утреннее очищение — это настолько же важно, как вечерний уход. И следующая ошибка, которую я совершала просто годами, я смотрела сквозь пальцы и реально думала, что вот, ну, мне это не надо. Ну, зачем? И сейчас я говорю, конечно же, о тонике для лица. Я думаю, многие думают, ну, какая-то водичка, которая пахнет, и, ну, я очистила лицо мицелляркой, что дальше? Зачем наносить какой-то тоник? И вот лично я раньше думала так. Но вот говоря действительно, тоник — это волшебное средство. Он восстанавливает pH-баланс нашей кожи. Именно он подготавливает нашу кожу к дальнейшим махинациям, если можно так сказать. Именно благодаря ему они будут более эффективны. При помощи тоника можно решить такие проблемы, как сухость кожи, прыщики, жирность кожи. Главное — подобрать тоник, который подходит именно вам, который имеет определенный эффект. Например, я нашла просто супер-тоник, благодаря которому у меня ушли подкожные прыщи, у меня ушли просто прыщи. И я думаю, почему я не пользовалась раньше? Почему мне никто не говорил? И, кстати, я хочу снять на этот тоник отдельный обзор, поэтому если вам интересна тема тоников, то дайте знать пальцем вверх. И главное — выбирать тоник качественный, без спирта. Иначе эффект будет ровно противоположный. Итак, следующая ошибка — это использовать какие-то скрабы, щёточки для умывания в те моменты, когда у вас воспаление на лице. А воспаление на лице — это источник бактерий. И поэтому, когда мы проходимся щёткой по всему лицу или тем же скрабом, то, соответственно, воспаление распространяется по всему лицу, и у вас просто могут появиться прыщи. Поэтому это такая явная ошибка, которую точно не стоит допускать. И отсюда вытекает следующая ошибка — это использовать скрабы слишком часто. Скрабы нельзя использовать каждый день, так как это агрессивное отшелушивание нашей кожи, которое приводит просто к стиранию нашего защитного барьера кожи. И ваша кожа тогда может стать просто очень чувствительной, незащищённой, соответственно, отсюда пойдут проблемы воспалений, прыщиков, каких-то раздражений. В общем, скрабы лучше использовать не чаще одного раза в неделю или, например, отдавать предпочтение мягким пилингам с мелкими частицами. Переходим к следующей ошибке, и эта ошибка в том, что вы не используете ночное время для того, чтобы поухаживать за вашей кожей. Да, многие считают, что посплю-ка я с полностью очищенным лицом, пускай кожа подышит, я дам ей свободу, это так прекрасно. Я тоже иногда так думаю, но всё-таки большую часть ночей я сплю именно с каким-то увлажняющим кремом для лица, с сывороткой. И поверьте, это даёт такой огромный эффект гораздо больше, чем днём, потому что днём всё равно, когда мы наносим крем, в течение дня мы надеваем одежду, часть крема смывается, идём по улице ветром, сдуло половину. В общем, такие разнообразные моменты, я думаю, вы понимаете, о чём я. И поэтому ночью это прекрасное время в лучших условиях для того, чтобы поухаживать за вашей кожей, дать ей максимум полезных компонентов, для того, чтобы она становилась всё лучше и лучше. Девятая ошибка в уходе за кожей лица — это доставать крем из тюбика грязными пальчиками. Да, даже если вы думаете, что ваши пальцы чистые, лучше перед самим нанесением крема помыть руки с мылом и дальше уже доставать крем. Иначе ваш крем станет просто рассадой бактерий. Насколько бы болезнен не был крем, его опасно будет наносить на кожу. Будут появляться просто какие-то прыщики, воспаления. А самый идеальный вариант — это иметь крем, который выдавливается. У такого крема просто минимальные шансы стать разносчиком бактерий. И последняя ошибка, которая звучит достаточно просто, но несёт в себе глубокий смысл — это то, что мы потребляем недостаточное количество воды в день. Когда нашей коже не достаёт воды, она становится какой-то сухой или чувствительной, или, возможно, начинает жирнить, потому что ей не хватает внутренней влаги. Вода — это то, что помогает хорошей циркуляции крови, выводу токсинов, увлажнению кожи изнутри. Поэтому обязательно нужно пить воды как можно больше, для того, чтобы наш организм хорошо себя чувствовал, для того, чтобы мы цвели, и ваша кожа точно скажет спасибо. Если у вас есть свои ошибки или правила, то пишите в комментариях. Я думаю, всем интересно будет почитать. А также, если честно, у меня тоже есть несколько ошибок и правил, которые не уместились в эти видео. Я, возможно, сниму ещё одну часть. Поэтому оставайтесь со мной, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч, я вас всех обнимаю. Пока-пока!